Ресторан Лакафе де Бьюти, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Дадьяна Салмановна Мактум Сайфуды. Сейчас приготовила себе такой поздний завтрак, как в Парижах. Кушаю. Сейчас я засняла небольшое видео, открываю мою страницу ВКонтакте. Сейчас еще заварю кофе. Сейчас я загружу, поставлю загружаться. А, что-то Дима мне ответил. Я спросила у Димы. Не смотрел. А, не смотрел. Я не пишу, я загрузила некоторые видео сюда. Сюда, на мою страницу. Сейчас поставлю загружать мое видео, которое я только что уже сняла. Конечно, что я хочу сказать, дорогие друзья. Как говорит Наталья Правда, она всегда нужна выглядеть на миллион. Я бы сказала, даже на миллиард. И, конечно, показывала. Знаете, мне надо было, конечно, душ принять. Знаете, надо было мне душ принять. Знаете, я как-то вот это вот. А так, в принципе, я встала, отделась, завтрак приготовила. Здесь это стол протерла. Это посуду, часть посуды помыла. Овощи помыла. В общем, приготовила себе, на самом деле, такой завтрак, как в Парижах. Я так сделала, чтобы это красиво, овощи и фрукты у меня на столе, чтобы это красиво для съемочки это все я так положила. Вот. А надо было, конечно, в первую очередь заниматься своей внешностью, краситься, одеваться, показывать себя на миллион. Это если вы хотите с кем-то переписываться, особенно, знаете, ну и для себя. Так что вот. Кстати, наверное, от этого много что зависит. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, у меня, знаете, light journal заснят, знаете, я, ну, как говорится, в общем, что там, из Петербурга, в общем, по-разному я на видео там, что и зима, и холод был, в общем, вы поняли, да, и в Эллинге без этого, без электричества. Так что, знаете, на моем light journal загружено 7000 видео, так что показывает себя, знаете, что я такая вот, такая местная вселенная. Хотя нужно, знаете, нужно, короче, конечно, надо было, надо было, знаете, уже, знаете, когда я себя уже вот так вот. Как и Рэд Степанов, знаете, я вот в фильме вчера тоже, только там серии посмотрела, все это пересматриваю сериал, смотрю, как это играет эта актриса в сериале «Между нами девочками». Так что вот завтракал сначала в ванну, ванна, понимаете, вот эта одежда, какая у нее еще, какая красивая одежда, шляпки, макияж. В ее 60 лет, понимаете, а потом уже к завтраку, так что вот. Сейчас Татьяна Салманова вам расскажет. Сейчас видео загружается, сейчас я, сейчас я заварю. Татьяна Салманова, сейчас это будет остывать, макарошки будут остывать, потому что я сейчас буду кушать. В общем, кушать подключу на зарядочку. Видео на зарядочку. Видео на зарядочку поставлю. Солнышко шикарное, немножко солнышко. Поэтому, конечно, вот так вот. Сейчас ручки помою. Видео загружается, пошло загружаться, да. Но там-то не очень, как-то оно медленно пошло загружаться. Наверное, лучше надо на мой канал Ютуба. Вот так вот сейчас помою. Да, конечно, у меня, знаете, уборки, знаете, полы уже опять нужно мыть, посуду надо мыть, полы мыть. В общем, понимаете, да. И постельное белье стирать. Уборки, наверное, на два дня. Уборки на два дня. Ну что, еще плохо пошло, плохо пошло это видео. Так, сейчас лампочку. Я приключу этот цвет, потому что это... А, немножко. Все, салманно. В общем, остывает. Макарошки уже остывают. Хорошо, здесь она надолго будет загружаться. Значит, на канал Ютуба сейчас я поставлю загружаться. Все, посмотрим, что Дима тут написал. Сейчас еще чайничек подогрею. А, мысль такая, Светлана Фоманна, сейчас мыслить-то надо. Я хотела этот сериал между нами девочками. Героиня этого сериала между нами девочками хватило одного дня, как енота-полоскуна. Когда ее отправили на пенсию, как енот-полоскун, она один день приготовила завтрак, на семью встала рано, предложила там пастярушки сделала. Как успехи? Телефон на творческой студии. Вы опубликовали, звонят. Да, звонит и днем, и ночью один телефон. Телефон на десять. Мужчина пешаком. И больше никто. Так что вот, Дима, я вам написала в 13.53. Так что вот. В общем, что, я хочу порассуждать на такую тему. Вы же хотите, мы с вами... А, идет, да, в общем, запись. Так, показывает. Просто порассуждать, понимаете, такая мотивация. Я помню, как, знаете, в Эллинге. У меня, знаете, даже вот это, думаю, это чтобы там помыться, нужно воду нагреть, котел там, это, F1 не работает. А, нет, мне тогда надо было шнур тащить, в общем, через эту, через лестницу первого этажа, на второй. Думаю, помыться надо с такими сложностями. Мирфан позвонил, что должен был приехать. Какая мотивация была? Как Татьяна Салмановна забегала. С первого на четвертый этаж. Вот это была мотивация, понимаете. Когда я подумала, что такой красивый мужчина приедет и увидит меня, знаете, как я засняла здесь вот это на видео, которое сейчас буду вам загружать. Татьяна Салмановна, сразу возникла такая мотивация. Я подумала, можно срочно умыться, одеваться, в общем, выглядеть на миллион или на миллиард. Это шнур тянуть, воды нагреть, понимаете. Там это не работает, электричество нужно это через первый, второй этаж протянуть. Вы поняли, да? Понимаете, чтобы это бойлер воды нагрел. Вот это какие-то вот эти вот. Вот, ох, ну да. Вот как я сейчас вам загружу видео, понимаете. Ну, в общем, конечно, в общем, что сказать. Что вам сказать, дорогие друзья, мы просто обсуждаем. Делюсь некоторыми своими секретами. Так я сейчас обсудим этот фильм между нами и девочкой. И Райду Степановну. Ничего он не говорит. Ничего не говорит. Иногда шлет СМС. Иногда хрюкает. Иногда гавкает. А по поводу Пишака он мне написал СМС. Так что вот. Так что вот, Сел Салмановна. В общем, макарошки. Ну, теперь будет такой салатик. Были такие горячие макарошки. Были горячие макарошки с соевым мясом. Теперь у меня Салманы просто организовался фирменный на ее салат. Сейчас она размешает. Сейчас она размешает. Вот эти помидорку в огурчик. Просто с этими макарошками альденте, с соевым. С соевым вот этим. Сейчас налью я себя, налью себя кофе. Сливочек, сливочек у меня нет. Просто кофе. Тогда он не очень, не очень крепкий. Я сейчас налью не очень крепкий кофе. Вот он. Так что вот, что я хотела сказать про Раиду Степановну. Обратите внимание, потому что я сделала вывод. Я никогда не смотрела столько фильмов столько раз. А нет, может быть, я смотрела фильм «Чародеи». Знаете, такие классики. Классика советских фильмов, фильм «Чародеи». Вот этот вот, что там, с легким паром. И, в общем, на самом деле, сериал. Некоторые серии пересматриваем. Вот, и, в общем, честно говоря, ну, что сказать. И Раиде Степановне, когда ее отправили на пенсию из филармонии, хватило один день. Один день, как она говорит, как енот-полоскун, она там постирала, постирала. Вот, ей так понравилось. Она такая песня поет, по квартире ходит. Она постирала вещи, развесила. Это всего лишь в одной серии показывает, что там кто-то что-то стирает в этой семье. Вот, ей хватило полдня. И то она не скучала. Вы знаете, к ней вот этот, а как там, ее этот компаниатор, который там на этом, как называется, ее этот френд пришел. То есть она не скучала. Так что вот. В один день она приготовила завтрак. Вот, когда я пошла на пенсию, съездила на рынок за мясом. Дома удивилась, что мясо столько, она даже не знала, сколько там мяса, по какой цене покупать. Она позвонила дочке. Она была как-то вообще не в курсах. Чувствуется, что первый раз, наверное, пришла на рынок. А так, знаете, как-то все вот это было готово. И как-то вот это. Вместо этого они купили рыбу. В общем, ей, в общем, вы поняли. Это только в одной серии это показано. Вот. Я не знаю, загружала вам или нет. Один день она приготовила завтрак на всю семью и все. Потом она, знаете, стала, знаете, как там, халтурой в ресторанах, ученики. И показывает, что она уже не стала больше заниматься этими завтраками. Не, как бы, не быть енотом-полоскуным, не стирать на кого-то. Она, в общем, показана, что, в принципе, на этом все было, как говорится, как начато в один день, так и закончено. Вот это вот домохотер сказал, что вот пошла на пенсию, теперь буду весь дом на мне. Но она вот так вот сказала, ну и все. А потом все вернулось на круги своя. Вот. Ее эти френды, ее, понимаете, шляпки, наряды, какой там завтрак. В общем, она себя с утра встает, в ванную идет, себя наряжает. На, как бы, на макияже, на помаде, на косметике, шляпка. Каждый день она одета, как в оперный театр. Такая, знаете, дива шансона. Не шансон, а дива этого, как там называется. Ну, это, романс. Дива романса. К ней там каждый день аккомпаниатор, знаете, там с двумя френдами, она с этими мужчинами общается. Каждый день там, вот это, на дачу, там вот это, ну, какие-то там, типа, концерты, там, что-то там такое. А, потом же, потом там, я вам там скажу, там же потом, как бы, она должность получила в этой филармонии, потому что она вышла замуж на эту мужчину, а его назначили там. Ну, вы поняли, да? То есть, это история, я вам еще расскажу. Так что вот. Понимаете, это к чему Татьяна Салмановна хочет сказать? Татьяна Салмановна, да лучше вот к завтраку, кушать, вот. А понимаете, такая мотивация. Мотивация не встать, спортивный там или что там такое, вот это одеть попроще, драить полы, готовить завтрак, потом обед, потом ужин, потом это все, эту посуду помыть, пульстерить, все пропылесосить, на всех это, не знаю, одежду постирать, знаете, вот это вот, эти, как там называют, постельное белье постирать. Представляете, сколько работы по дому? В этом фильме показана семья из трех, скажем так, девушек. Это Ирая Степановна, ее дочка и внучка. Одна работает и учится, как говорится, дочка ее работает, Ирая Степановна тоже занята, вся на макияже, на шляпках. Там не показано, кто у них это, у них как бы это само, а иногда показано, что да, они там вот делают ужин, и такой, блин, как у них такой, каждый день такой шикарный ужин, такой, вы знаете, вот такой вот. Показано, что они любят чистоту, вот, сейчас на мой канал YouTube загружу мое видео. Но все там пущено, я даже не поняла, кто у них там убирается в квартире, постирает, то есть там так вот показано, что они все при деле, никто этим не занимается, вы поняли, да? Такое чувство, что это все делается само. Квартира большая, уборки много. Такое чувство, что это все делается. Орузите внимание, Как у них свой день рождения, улыбается и по актерски повертует с женихом своей дочке с ливандовским у него теряет степана у нее день рождения был сегодня все для вас любой наш каприз подводит ее там куда-то на машине также она говорит что женщина несмотря на свой возраст сколько раз и по 18 лет должна всегда выглядеть на 18 и едет там салон причесок совершенно с нормальной прической чтобы сделать еще прическу но самое интересное вы посмотрите на ее мимику я потом загружу когда он так и сказал потом на своей машине и подвозят когда не сказал любой каприз сегодня вот как она стала улыбаться не то что флиртовать это не такой профессиональная как у актрисы такая радость понимаете она выразила такую радость на лице понимаете радость и в общем что за ней понимаете вот так вот на любой каприз цветы подарили подарки подарили круиз на яхте и вообще она такая когда-то для мандовских подарками она готова принять она дочка и все отказывается чтоб там для ее дочки фотоаппарат или еще что-то в квартире моментом пожили а я степану наоборот знаете как она увидит вылет цветы ой даст а сразу расплывается в улыбке и сразу видно что он так благодарна за эти цветы что он так рада цветам обратите внимание когда пришел дорогим фотоаппаратом юношка стал отказываться что мы не можем принять это дорого она сразу знаете чтобы это не отдала фотоаппарат она сразу готов лестненько лестненько давай в комнату закрыла будут короче или как это в комнату и ему такая говорит ой давно такое спасибо спасибо мы так это благодарны объем органайзер подарил вряд ли бывают такие начальники отдела снабжения да у нее дочка работает а понимаю что правда это какой дом посмотрите какой у него умный дом какой богат что ему фотоаппарат купить ему ничего не стоит фотоаппарат купить с другой стороны может быть ее дочка думает что потом он будет ее публикациями подарками что он травился и покупал если он будет ее публикациями она тогда вот накупила там он не дал эту карту банковскую она там накупила на сколько-то там тысяч долларов себе нарядов думала что это все в рублях так что если будет ее публикациями и там каким-то покупками хотя она почти покупок никаких не делает я бы думаю может быть он ее выбрал потому что она такая скромная скромная а такая знаете вот это подарков особо не просит дорогих хотя нет вряд ли почему там годы жизни тратить и время тратить на какую-то ерунду правда я все смотрю как она а как она вот в этом ресторане там плясала пела там генерал как она потом вернулась такая с утра такая подвыпившая вообще это вообще просто хитболл для генерала пела и говорила что они сюда там не подрались что кто будет ее провожать до дома вы понимаете да а я еще рассказала что там до утра они зал продлили она говорит у Шмеленко у генералов такие шутки я как говорится пела и краснела вот жалко татьяна сломана вам она не засняла по рации я одна же слышала как разговаривают гаишники между собой по рации несколько минут я она на минуту слушала была включена гаишная рация я не знаю может быть ему короче вставить на это дело татьяна сломана скажет такое татьяна сломана еще сценарист так что вот имейте ввиду а может кто пошутил я не знаю тетяна сломана скажет как вставят этим гаишником это в сценарий татьяна сломана включит так что вот рация эта гаишина была включена между какой-то информацией что они хотели кому-то сказать вы поняли да между какой-то информацией очень кушаем там был сплошной мат через слово это когда большая пробка была из-за аварии из-за нескольких аварий на дамбе датьяна сломана опоздала на судебное заседание на два часа потому что там случилась авария вертолеты пробитали ну когда я выкла подумала что ехать надо на судебное заседание как человек ответственный а потом я когда подумала что я если эту суку увижу на этом судебном заседании я подумала что везу документы лучше я им документы отдам пусть читаю так что такое так что такое старое украшение на 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 большой большему на выезде из петергофа в санкт-петербург там начинает когда на выезде там все справа еще подводная лодка какая-то называемая когда был на эти вот этот вот дыма и москов вода там в корабль стоял и подводная лодка помола а Очень кушаю, не будем нанегать и отвлекаться, видео уже загружается. Очень кушаю макарошки, вам будет хорошо? Ну, сейчас вам еще покажем, кушаю макарошки, Татьяна Салманова себя еще крупным планом покажет, да, крупным планом. А кто это вообще говорит, вообще кто это, я была Александровой Татьяной Юрьевной, так что вот, я официально поменяла мое имя, отчество, фамилию, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин в 2018 году. Я вот заснимаю мой лайф, ну и лайф джорнал, сейчас у меня творческая студия позитивного мышления, в моей квартире делают специальные такие-то интерьеры, обстановку, еще коллекционером я являюсь, так что вот, люблю красоту. Все кушаю. Здесь у меня специально так сделано, здесь картина поставлена, специально сделано, и в принципе у меня здесь сделана, конечно, обстановочка, это кофе на миллиард, в общем, такое все шикардотное, чтобы так красиво было, кофе на миллиард, чтобы не себя показывать крупным планом, а здесь уже показывать на самом деле по интернету что-то интересное, рассказывать и, в общем, кушать в таком режиме, что я кушаю по интернету, что-то такое интересное, показываю, понимаете, там же самые дорогие десерты в мире, там эти, а можно сейчас яхты засматривать, самые дорогие яхты в мире. Так вот, в зале, в зале судебного созидания, когда приехали, мне сказали, что документы, которые я привезла, что я их отдала в канцелярию, а там то ли обед, то ли очередь была. А еще я спросила, был ли на свидании Александр Сергеевич, вроде она мне сказала, что не было его. По-моему, мне даже по почте это пришлось отправлять, я подумала, что вот даже по почте. Так вот, приедешь, занимается там обед или куча народа пристой в этой канцелярии. А я им обычно отправляла заказными, заказными, особенности вложения, по почте, то есть это вот. Самый надежный метод. Если на почте не будет много народу, а что вы думаете, столько видео, такой лайк-джорнил засняла, 20 тысяч видео засняла. Занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года, в настоящее время. А творческая студия, кстати, какие у меня позитивные видео хорошие. Так что вот. А он, сука, решил меня позорить, понимаете? А у меня высшее юридическое образование, вы понимаете? Можно долго на пальцах что-то объяснять, понимаете? Долго на пальцах, можно что-то долго объяснять. Вы поняли, да? Как показываешь подборочку своих видео творческой студии позитивного мышления, сразу все понятно становится, что специалист в области позитивной психологии, творческая студия позитивного мышления. Видео у меня уже загрузилось. Сейчас я буду это видео загружать на мою страницу ВКонтакте и Фейсбука. Я забрендировала. Один без меня постепенно занимается на приносной птице. Отм å vieюка, Тогда я долго не оказалась в новом доме. Вот такая интересная идея выходной на Ridgeith. Сейчас я приготовила у себя во психологии, для выпpotающей вопросов в начале. Продолжение следует... 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 Вот смотрите, какая погодка, такое солнышко-солнышко, надо будет пожарить баклажанчики, скоро пожарю баклажанчики, свою картошечку, салат сделаю, пожарю баклажанчики, и на мой белку не позагорать. Потому что вы понимаете, ночью, конечно, 8 градусов, вам нужно и круто убрать. Вот я поставила для съемочки, еще не открывала баклажанчики, вот так нужно убрать в холодильничек. Так что вот. Вообще, хотела вам показать, хотела сама, честно говоря, смотреть Наталью Борисовну правде, у него там чакра 3, чакра 3. А, знаете, что я еще хотела вам рассказать? Ох, ну да. Знаете, вот это вот, кто решил вообще раскрывать чакры и поднимать кундалини? Сексуальную энергию, он, честно говоря, по мантоку-чья. Как там? Как же он, как у него там называется? Микрокосмическая орбита. Кто решил крутить микрокосмическую орбиту и вообще раскрывать чакры? По мантоку-чья. И вообще, как у Наталья Прадзина говорит, по манипуру. Так что вот. Имейте в виду, хотя, может быть, знаете, чтобы это сделать, нужно потратить много лет. Мое такое мнение. Как мне сказала одна женщина, много лет назад, что это могут делать, где-то там, ну вот, по типу, знаете, я так вот кто очень сильно углублен вообще в эти темы и так далее, занимается такими, занимается репетиками к кунг-фу или вообще, то есть это вот туда, в эти монастыря, к шаолиню. А они там занимаются различными практиками годами. Нет, она мне тогда сказала, она мне тогда сказала, что, говорит, да, могут. Ну, могут вот те. Вы поняли, да? Я думаю, как она точно назвала, он назвалом, хотя он это как-то вот в общая по поводу шаолиньского монастыря, здесь другие наверняка такие места специальные, по типу Тибета, каких-нибудь там практикующих в Тибете. Ну, а, кстати, надо посмотреть, я вообще, знаете, ее медицина, все так интересно. Давайте посмотрим, как раз посмотрим. Мне моя страница, я вчера очень интересно написала, я послушала ее это, Наталья Борисовна Правдина, ролик на Ютубе, потом, наверное, там даже посмотрела по поводу как бы ядра Земли и вообще Солнца, что собой Солнце представляет, как там, как там National Geographic. Начала смотреть, поняла, что, в общем, какое-то там... Говорят, очень много интересного. И рассуждаю, из чего тут встает Солнце, и вообще, то есть, насколько оно рассчитано, то есть, знаете, какие-то такие вот нюансы, что-то, как бы, знаете, ближе к позитиву. Вот, я подумала, я, честно говоря, убрала эти ролики, видеоролики. А вот по поводу магмы Земли, так что, вот, не знаю, я подумала присоединяться к ветру Земли, считать это Солнцем, кто-то считает это преисподней, или как-то она, ну, в общем, это у кого, наверное, у всех разные, какие-то такие отношения к этому ко всему. Вот, смотрите, манипур, это часть, это я не полностью, как бы, написала, это я, знаете, слушая ее лекцию, тут, конечно, написала, манипура, энергетический взгляд, обращая к центру Земли, с ядром, дарует нам свою силу, свой огонь, погружение в себя, любимого, и полная трансформация. Может быть, здесь надо было дословно написать, потому что я так вот написала, отчасти, как, знаете, вот тут недословно написано, тут, наверное, полным текстом, но внизу я ее видела, опубликовала, манипура чакра. Новая жизнь сияет, как звезда, радостная, счастливая звезда, отражающая огонь солнца, лучи солнца, становимся все радостнее, все веселее. Манипура чакра, мы стремимся к солнцу, к огню, соединяем чакру манипуру с лучами солнца, мы призываем огонь жизни, чтобы горел в нас вечно. Манипура чакра, внутри мы зажигаем огонь внутри тела, начинается движение, мы движемся в станции огня, мы движемся в солнечном станции, мы танцуем внутри. Просто когда она стала вот так по поводу танцуем внутри, там еще что-то, я салмана как стала, знаете, вспоминать, вообще на самом деле. События, сколько-то было лет назад, мне было 24, сейчас 49, очень много лет, от того. Мулатхара чакра у основания позвоночника, корень жизни, оттуда поднимать кундарини, и затем энергия поднимается в манипуру чакру. А может быть кто-то это поймет вообще дословно, что на основании позвоночника это там, где копчик, знаете, вот эта чакра, там, где копчик, знаете, наверное, те мастера, которые могут это делать, может копчик открыться, эта энергия как пойдет, и пойдет таким потоком, знаете, вот этим вот. А сразу туда, в этом, знаете, вот это вот, кундарини, можно будет уже по микрокосмической орбите, по этому Матакуче. Ну да, в общем, на самом деле, так вообще интересно, интересно. может быть это обозначает, так вот здесь, может быть это обозначает вечную жизнь, значение санскрита, манипура, цвет желтый, сияющая драгоценность, планета, солнце и марс. Долгогоние активизирует чакру сандаловое дерево. Манипура – денежная чакра, силы и дисциплина, воля, влияние у других, есть деньги, развита манипура, накопление, положение в обществе, уверенность. Если нет денег, значит она не развита. Ну, что, куда, знаете, как говорится, я просто подумала, если нет денег, значит мы не пол не развита, в общем, здесь как-то что-то, такое непонятное. Вот, смотрите, мы стремимся к солнцу, к огню, соединяем чакру манипура с лучами солнца, мы призываем огонь жизни, чтобы горел в нас вечно. Вы поняли, да? У Татьяны Салмановны есть такие догадки, у Татьяны Салмановны большой такой опыт в каком-то таком, ну, такой вот, знаете, мои такие философские изыскания на эту тему, ну, можно сказать, что, в общем, вот это вот. Мое такое мнение, вот иногда говорят, что там, где-то вот на Тибете, или в общем какие-то где-то вот там, в Китае, были такие мастера, которые жили по 800 лет. Я вот не исключаю, что вот эти вот мастера, про которые пишут, которые практиковали сексуальное кунг-фу много-много лет назад, и жили по 800 лет, они как раз где-нибудь там, в Тибете, тогда, наверное, в монастыре не было, как-то там, в Тибете вот открывали вот эту манипуру чакру, так что вот, когда она открывается, энергия кундарей неправда очень сильно идет. И, судя по всему, вот это вот огонь жизни, что бы горел в нас вечно. Такая, знаете, такая вот практика. Просто, судя по всему, вот эти китайские мастера, они смогли такую ткачку так сильно открыть. Этот огонь, и вообще, вот эта вот энергия кундарей не так пошла, что они и прожили вечно 800, ну, не вечно, а вот 800 лет прожили. Да, я в интернете его просто. Это мои такие догадки, мои такие догадки. Я даже не исключаю, что они прожили 800 лет, вот когда открыли эту чакру, вот как выглядели, так они и выглядели 800 лет. Если они были в возрасте, они так в возрасте, ну, в таком возрасте примерно и остались. А может, они там все делали еще на омоложение. Но если были среднего возраста, такими и оставались 800 лет. Это детективный метод по Шерлоку Холмсу. Ну да. только по поводу вот этой магмы лавы, которые, знаете, вот это вот, здесь же, как говорят, ядро земли, которые, знаете, есть, бывают вот эти вот вулканы, там это раскаленная магма, это знаете, вот это вот, ядре земли, вот это. А на другой стороне если смотреть на солнце, обратите внимание, потому что тоже показывают, что солнце тоже состоит из чего-то там такого вот этого. очень жарко оно, оно очень жарко. Там же было сказано на видео, сколько оно градусов, это просто вот это вот. Какого оно объема? будет такая интересная тема, я бы ее считала по-более как-то философской и так далее. Вот. Такая интересная вообще тема. Такая интересная в мире вообще очень много всего такого интересного. А вернет, как оно называется, маникура, а слово мани-мани. Мани, очень интересно. Цвет желтый, наверное, цвет все-таки больше золота. Сейчас я вам покажу мою страницу в вибуха. И вначале. М以後 я вам покажу Это моя страница, я посылала ей это видео, и там уже разговор с Димой, Дима мне звонил с телефона, было это уже когда-то, в каком году, полтора года назад когда он звонил, зимой была, здесь смотрите, я договорю, там на моем лайк журнале, я говорю, да, все там, все нормально так, ну что, Михаил Маратчуфремену пошлем этот, заведем, а Лего Дерибаскин. Мой компьютер уже показывает, что у меня мало на диске, интересно, но до сих пор это, или уже сбросился, нет, не сбросился, там, час, час съемки, показывал, что мало места на диске. Ну да, тоже касается, конечно, понимаете, конечно, вот этих вот розетских олигархов, знаете, вот это вот, заснимать себя как-то вот это вот, засылать вот этому вот олигархам, знаете, такой завтрак, знаете, будет такой нечесанной, быть такой нечесанной к завтраку, понимаете, чтобы засылать, нужно светиться, понимаете, вот это только хорошее встретиться мне на пути Полуизи Хейд, наполнить себя этими аффирмациями, знаете, вот это вот, Полуизи Хейд, по Наталье Правде, по Тони Робинсу, все это посмотреть, Я вам не советую смотреть Наталью Грейс. Это вы наполните себя волшебный пендель, понимаете, вот это вот. Понимаете, такая какая-то вот мотивация, я там, конечно, выложила эти видео, решила, может быть, себя я как-то мотивирую. Я решила себя мотивировать Натальей Грейс волшебным пендалем на позитив. У меня такая система. Так что вот, я сегодня хотела целый день смотреть, думаю, сейчас я буду мою королевскую кровать и буду смотреть Наталью Грейс. Так что вот. Как она там говорит? Не надо вот это вот сидеть, подними свою жопу, короче, со стула, с дивана и займись собой. Ну, это я вот так, понимаете, как она жестко так вот говорит. Я себе хотела вот так вот жестко мотивировать на позитив, чтобы она вот этими видео, понимаете, волшебным пендалем. Чтобы, знаете, вот это вот, подними свою жопу, понимаете, со стула, с дивана, снимать хватит смотреть уже 10 раз эту серию сараиды степановны займись медитациями столько медитации школа очарования наталья правдина а те полу из детей почитать книжку сэн-жермен у меня там еще в процессе изучения вот этого что эти беда 10 раз уже посмотрела это одно вот это вот я там просматриваю про тысячу пристала к этому фильму смотрю как она играет актерское мастерство я решила себя знаете этим волшебным пинделем в общем мотивировать по натальи грейс к позитиву интересно правда просто если вы посмотрите все эти ролики вы наполните такой мужской энергии если будете свой ролик заснимать вы будете тоже мужских энергиях а как вы понимаете каких энергиях такие бизнесмены крупные с этими миллиардами что в женке что ли они энергиях и будет вам по этой школе очарования потом долго будете учиться когда получите волшебный пендрик долго будете учиться в школе очарования понимаете как быть такой сладкой манкой думать а это перышко не знаю как поймать понимаете нужно такое застояние входить по луизихе и по аффирмации на это кодок хороша 30 на меня на пути хотя у луизихе очень такая жесткая не знаю я получит говорил и духе чтобы тоже не советовал так и аффирмации почитать вот она как-то не знаю у нее книжки и книжки такие ее жизненный опыт отложил он такое какое-то тяжестные и книжки я точно знаю что правильный даже бабки не ходит но и получил почерпнуть можно там поэтому если заснимали это видео по наталье грейс понимаете вот это вот туда к этому лезть туда к этим олигархам принимает это огонь это мужское когда мы все спрашивал чем это наталья правила так нравится вот это вот понимаете ходить такие состояния по школе очарования знают как анагдот перышко вот кто последняя поймала это вот может вот это изучать а я не знаю как-то перышко на улетела понимаете вот это ио ио а это блондинка в шоколаде как-то обеспечиваете меня я не знаю понимаете знаете быть такой умный готова я не знаю помогите пришли подскажите ну вы поняли да вот это вот ну вот я немножко так шучу вы меня тоже это объясняет я не знаю как это пойти перышко поймать но это такая такая мамка сладкость будут принимать душ в этих буду в оргазмических потоках понимаете вот это ходить другой состоянии женская понимать женские энергии она все у меня наталья грейс спрашивала чем мы это наталья правил так нравится вот это посмотреть как она говорит красиво позитивно а человек что будет слышит он ходит понимаете как-то вы знаете нужно если этого не слышишь нужно как бы себе хорошие тоже наталья правда на этом лучше 4 луи за хей тоже говорит что я люблю себя к зеркалу подходить вот это вот энергии энергетика настраивать себя на день на успешный день говорить тебе комплименты любить себя себя не подумаешь кто тебя полюбит целая наука целая система говорить себе комплименты научиться другим говорить комплименты хорошие говорить хорошие вы думаете что кто-нибудь хочет слушать что-то плохое поэтому там школе очарование учит понимаете когда он в огне и вот на это водой надо понимать такая вот такая вот это вот подождение но с другой стороны когда у тебя такая перышко поймать не можешь пока на себя блондинка ио-ио хобби, а что такое хобби, я не знаю понимаете, вот сделать продукт заснять видео, еще себя продвинуть, понимаете, защитить понимаете, это вот все это в одном это, конечно, должны быть большие таланты там, судя по всему, когда, знаете, вот это огонь на огонь получается пламя а это значит, что такое отрицательность, значит нет, вы поняли, да? в этом смысле значит, что такое не понравится, что-то не нравится ну, вы поняли, да? значит, ответа не будет я не призываю быть вас, как Мерлин Монро ну, помните, все эти волосы, там Мерлин Монро, Мерлин Монро вы понимаете, как она, вот знаете, какая она в этих фильмах такая вся по тебе, такая блондинка, помогите мне и, конечно, когда она там поет в таком платье вот такая, посмотрите внимание, сколько этих поклонников, все такие, знаете, она же вот в фильме там показана она умела даже рассмотреть в этом зале этих мужчин, у кого в кармане лежит для нее бриллианты, понимаете? у нее был талант в фильме знаете, настолько она была вот такая, я такая вся блондинка, хочу бриллианты и фильмы показаны, там ее подружка говорит, у тебя такая способность увидеть, знаете, вот у того, у кого лежат бриллианты для нее в подарок в кармане понимаете? так что вот интересно, а кто-то будет пересматривать эти фильмы, вот этой Мерлин Монро он так интересно играет в этих фильмах, у них такие, я несколько всего фильмов смотрела из роли в роль, в принципе, одно и то же да 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 далее да так Другой вопрос, была ли она счастлива, понимаете, но она была, знаете, богатая, известная, она снималась в таких ролях, у нее были свои какие-то недостатки и так далее, я что-то говорила, я смотрела там, вот это вот ютуб, у нее куча была, у нее куча, а, знаете, она пришла из такой семьи, у нее была куча комплексов, она, знаете, у нее какая проблема была, она не любила себя, вот у нее, знаете, что, она, несмотря на свою внешность, вот что, а мужчины понять не могли, несмотря на свою внешность, она не любила себя, она не смогла полюбить себя, она ходила к психотерапевтам, она не знала, что с этим делать, она не могла себя полюбить, вот, это шло у нее с детства, поэтому мужчине ей нравились только так, у нее был такой образ, у нее была куча комплексов из детства, это вот там можно за ютубить, посмотреть ее беседы с психоаналитиками, терапевтами, так что и вот. Ну, с другой стороны, видя, как она смогла сделать такой образ, добиться такого успеха, стать известной, из простой, из простой девушки, знаете, вот такая вот она стала, в общем, мой канал ютуба, сейчас я его переключу на другой, это вот у меня на английском, этот канал, сейчас я переключу на другой канал, мой ютуб, у меня два канала ютуба, в общей сложности, там, от двух канала, около семи тысяч видео, на каждом видео я еще записываю, ну да, записываю. Вот здесь, с кошками, обратите внимание, с кошками, эти видео с кошками, я смотрю, мне это, когда переключаю, мне показывают эти видео с кошками, смотрите, кот Вилли, кошка Амфиса, и котик Арчи гуляют по Альпийскому селу. Победа, весь мир, на Ваши. Всем привет, сегодня в картинке буду гулять, в картинке на первой территории, Арчи с Амфисой, вообще на поле, а я вам буду их показывать и про них рассказывать. Давай, правильно. Ну вот они у меня просили, а потом пристали к рыбакам, стали попрашивать уже к рыбакам. Итак, когда подстали гулять на улице, мы разобрались с ними, что и как, сделали такой безопасный выходный вход, я вам покажу обход, вот Анфисия несет в поле мышь, то есть у нее пасть и мышь довольно большая, она с ней там, сын, бежал, привел, а ну молодец. Значит, как все происходит, вот это поле, на котором... Сейчас откроется, я его загружу на мою страницу ВКонтакте, немножко так долго открывается. Видите, солома уже... Три часа дня уже у нас, все это видео загружаю. Кошки, как известно, находятся на суху. Вот, сидит, слушает, потом брыжу, раз-раз, все. Вот мне с котиками, с этими кошками, нравится эти видео. Надо же, он так, эти хорошие, такие, вот эти кошки. Вот видите, кошка там пошла, у нее, котик пригуляют, а какой хвосты, какие хвосты, оооо, какой-то вообще супер хвост у этой кошки. Вот так он заснимает эту кошку, а кошка, хвост у нее почти такой же, как сама кошка. Но это ж надо. Вот смотри, как, увидел кого-то и убежал к соседям. Это дом рядом с нами, вот за живой экипторами, а что? Ну эти котики, ну тут показывают. Ну у него, конечно, породистый, ну да, мейкуны какие-то, породистый кошки, но вон мейкуны. Ну и переключаем сейчас другой мой канал, ютуба. Вот будут рекламы, знаете, всякую-всякую гадостью, будут включать какую-то рекламу, показывать, понимаете, нервы. Вот, например, сегодня как ты будешь гулять. Отход в двери на черной территории, Арчик с Анфисой, вообще на поле. А я вам буду... Вот смотри, другое видео, хитрящая Анфиса. О, смотрите, эти уточки, а они как называются, как они еще? Лебеди, да, лебеди? Ну вот они у меня просили, а потом приставили к... Вы видели, как он просил, а лебедь за башмак его укусил? Вот так это он укусил, попросил его, чтобы он покормил его. Наша задача будет внимательно наблюдать за Арчиком, Анфисой и котом Вилли. А задача котов будет сделать это наблюдение интересным. Вот будет Арчик, которого мы обидим в лучших чувствах. Вот будет Анфиса, которая дрыхнет без задних ног. Ну и кот Вилли, который периодически организует котовские совещания. Короче, будут все, вся троица, вот Арчик, на фоне неба. Большая часть съемок будет в пасторную погоду и ближе к вечеру. Поэтому, несмотря на августе... Очень шикарные эти видео, хотя я немножко смотрю, все не просматриваю. Все не просматриваю. Ну, очень интересует, понимаете, конечно, вот это вот. Меня интересует, почему она не снимает, понимаете, как-то вот так. Там, да, когда они сами по себе как бы ходят. Ну, и то это хорошо, понимаете. И то хорошо. Это вот мой канал. Я его вот так вот открою. Сейчас я вам покажу, можно ли я его так вот показать. Мой другой канал Ютуба. Сейчас я его открою, там где так видео-видео пойдет. Вот у меня окно открыто, солнышко немножко вот это. Ну, все салманы закаляются. Знаете, все салманы в меру закаляются. Вот мне показывают ворона Баффета. Ну, да, ворона Баффета. Ну, да. смотрите это мой канал который на русском огромное количество видео нам там суками на одну ногу по три с половиной на дом больше около трех половин тысяч видео точно сказать могу на одном ну примерно да уже более чем 350 видео творческой студии позитивного мышления на каждом видео я с 2004 года по настоящее время сегодня у нас за 5 число 5 сентября 2021 год 15 часов и 5 минут вообще конечно но я подачу подумала на заснимать себя знаете такой супер-супер красоткой понимаете какой-нибудь такой вот манкой славка этой шляпки такую вы поняли да чтобы стоять и сразу эти такие видео такая френды кассика красивая супер красотка знаете как я сидел в этой шляпке сняла сиди какая-то такая просто вот такая я компания да да Я навидела, вы что сомневаетесь что ли? 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 Я здесь на каждом видео, я же вам говорю, вот это вот видео, вот открыли мой канал, я здесь на каждом видео, это я. Я просто немножко по-разному выгляжу, а так на каждом видео это я, я не знаю вам, вот это вот конкретно показывать, что это мое, я считаю, что это одно из самых, может быть одно лучшее из моих лучших видео, на этом видео тоже я. Вот, это мое, у меня заснято 20 тысяч видео, это мое лучшее видео. Понимаете? Я так думаю, чтобы получилось такое супер видео, надо было мне заснять 20 тысяч видео, 7 тысяч видео загрузить. Вы поняли, да? Вы поняли, да? В Америке писала книжку, в общем, у меня было такое полное погружение, позитивное мышление, вот, позитив, и такое, знаете, вот это вот, чтобы заснять такие видео, знаете, я же вам говорю, это состояние VIP, знаете, по этому, как там, впитывать это энергию богатства, роскоши, по жену Кеха, по Наталье Правдиной, это все вспомнить по Джеку Кэнфилду, расширять зону своего комфорта. Понимаете, какая я себя окружаю, роскошью, красотой, люблю красивое, вот видите, внимание, у меня обстановка, одежда, все такое, вот это вот. Так что вот. Вот такие вот дела. И также, сходим, еще вот это видео, одно, ну, я считаю, что, наверное, это лучше, знаете, на 3 часа, еще парочка видео, которые я постоянно перепубликовываю, и также их еще раз публикую, вот, тоже на этих видео я. Просто не надо путать, одно дело здесь, понимаете, вот это вот накрашенный, макияж, одежда, другое дело, ну, не знаю, там, вот там Наталья Правдина говорит, бегает 10 километров каждый день. Попробуйте ее заснять, она пробежит 10 километров, потом вы ее заснимете, как она будет выглядеть? А потом, как спрашивают, а, это вот она там на этих шикарных видео или нет, она там пробежалась, там, понимаете, я не знаю, там, ну, не знаю, наверное, она уборкой не занимается, если вы, знаете, вот это вот, драила полы целый день, там, готовила, полы мыла, там, ванну намывала, там, я не знаю, там, в магазин сходила несколько раз, понимаете, вот это вот. Я жамчурик говорю, на каждом видео я, здесь на каждом видео я, я снимаю только себя, я никого другого не заснимаю, тем более в моей творческой студии, я заснимаю только себя. Потом мне больше некого заснимать, кого я буду заснимать? Вот это одно из шикарнейших вот этих видео, как я как-нибудь красиво получила, сейчас я вам покажу. Просто, понимаете, я же, я вчера говорю, там, иногда, я же, я уже объясняла систему, где это было шикарнейшим видео, такая я супер-супер. То есть, у меня много супер-шикарностей, смотрите, 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 на каждом видео я, кстати, я, знаете, очень нужно себя просматривать, вообще, мой канал, смотреть, боже мой, сколько я сделал, очень гордиться с собой, тема салмана. Вот, откройте, и посмотрите, нужно гордиться с собой, сколько сделано. Так что, нужно принимать души, красиво краситься, опять же, снимать красивые видео, нет, знаете, нужно время, знаете, вот это вот, накладиться. Слушай, я так столько сделала, а далее, сколько я сделала. Я не раз даже так вот не просмотрела, что, знаете, вот так вот посмотреть, это какая, какая красота. Вот это вот шикарное видео, это уже на этом видео я. Ресторан, ресторан, красоты, ла-кафе де бьюти. Так что, мне надо прибавить звук. Вот, это я на видео, и моя эта картина, вот она сзади стоит, эта картина, что-то она у меня здесь на гранд-ресторанте стоит. Как убедить себя в своей одежде, как говорится, в этой картины, смотрите, все это красиво сделано, бэкграунд красиво. Ну вот. Так, и так же в шубе здесь, вот супер шикарные вот эти вот в шубе, это тоже я. Здесь на каждом видео я, то, что вам еще раз хочу показать. Вообще, на самом деле, мне нужно просматривать, и, честно говоря, ну, в общем, гордиться собой вообще, просматривать, сколько я сделала, особенно в творческой студии позитивного мышления. Вот сегодня как раз пять месяцев, пять месяцев, наверное, знаете, получается, да, апрель, май, июнь, июнь, август, там, пять, да, мая, июнь, июнь, август, сентябрь, да, сегодня ровно пять месяцев. Моя творческая студия позитивного мышления. За пять месяцев я здесь сняла больше, чем 350 видео, сюда их загрузила, а здесь как я шикарно, ах, а здесь, когда я одеваю этот нарез, это вообще просто супер, супер шикарно. То есть, знаете, вот это моя вот одежда, вот это все, там, золотой пуховичок, вообще платье золотое, а какие вот эти вот у меня эти белые леггинсы с золотом, и, в общем, все такое вот это вот, на макияже. Ну, просто вот это, просто супер красота. Ну, понимаете, чтобы снять такую красоту, понимаете, у меня вот уборка, мне нужно полы мыть, ну, может быть, не сегодня, полы мыть, а белье постирать, понимаете, вот это белье в машинке постеренное постирать, все это перестелить, полотенце постирать, обувь перемыть, одежду постирать, полы помыть, еду приготовить, посуду помыть, я вручную это делаю, у меня еще ванна в стадии ремонта, если мне нужна ванну, понимаете, вот это там, сделать, чтобы это более, там, не шикарно было, подкрасить краской, и вообще там отмыть ванну, все это, понимаете, я сама делаю. Это в Америке я ничего не делала, я занималась только 4 года, там все было сделано, понимаете, надо было в органик шок съездить на Хаммере, закупить то, что душа желает, я могла сидеть в моем гамаке, на фиксиске Муроте, там, вот это вот, знаете, там, или на воздухе, или дома, читать книги позитивные, писать мою книжку, понимаете, да? Вот, я читаю мой семинар с компьютера, мой американский, 2007 года, ну, не допустим, пропустим, дальше я подорваюсь, иду, ну, что, ближе к Инстаграму? Ну, понимаете, чтобы так выглядеть, смотрите, понимаете, я вот, вот этот вот завтрак, понимаете, у меня вот это завтрак, завтрак я вот приготовила, у меня сейчас вся посуда грязная, понимаете? Палец у меня болит, палец треснул, палец лечу, мажу кремом, вся посуда грязная, посуду надо мыть, белье стирать, в комнате там нужно убраться, обед приготовить, если все это делать, это будет к вечеру все готово, но не к вечеру, понимаете, будет уже темно, а это нужно под душем помыться, макияж, красиво одеться, а кто все это будет готовить, убирать, понимаете, вот это вот, у меня вся посуда грязная, понимаете, в принципе, я, как, знаете, мой такой гранд-ресторан, я мою потом, вот она вся грязная, у меня посуда стоит, я мою ее позже, как бы сразу, позже мою, вот, я не знаю, что я жалуюсь, понимаете, я не жалуюсь, я просто объясняю, вот мне нужно буфет, нужно это вот, это буфет, это притереть, тут как-то вот это, пишу an